ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ни в Ветхом Завете, ни в Ном Завете нет такого, что послушание выше поста и молитвы. Это монастырская практика, притом основанная на некотором опыте подвязающихся, на опыте духовного окормления монашествующих, а уж никак не на Священном Писании. Потому что что говорит Спаситель о посте и молитве? «Род же сей, — говорит он о бесах, — изгоняется молитвой и постом». Не говорится о послушании. Послушание говорится в других местах, в другом контексте. Это тоже важный добродетель, опять же, смотря для кого. Мы должны быть послушны властям, как пишет апостол Павел. Мы должны быть послушны родителям, если тебе не 29 лет, и ты уже с женой и тремя детьми давно растешь. Бывает же так, я когда-то проводил опрос у себя на страничке, до какого возраста необходимо быть послушным родителям. И несколько вариантов. Один из вариантов был до конца дней своих, другой вариант был до конца дней своих, даже если ты замужем или женат. Около 50% ответили, что да, 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 послушание должно быть родителям безоговорочно, даже если ты женат. Боже мой, какое незнание Писания, какого незнания вообще бытовой человеческой мудрости. Все, духовная поповина должна быть разрезана, разрезана. Когда ты уже с женой вплоть единой, все, твоим папа, мама, они становятся теперь родственниками первой категории. Раньше ты был с ним одно целое, теперь на ступенечку дальше. А с кем ты теперь единоцелая? С женой своей, с мужем своим. То есть тут вот центр, вот центр послушания Богу и друг друга в Боге. Ну, если тебе 12, 10 или даже 14, то родителям надо быть послушным. Спросим батюшка, когда же можно быть непослушным? Ну, повторюсь, когда уже женитесь все-таки или замуж выйдете. И то это не значит, что вы не должны прислушиваться. Но если тебе мать говорит, так, не для этого человека я цветочек растила, другого найдешь, у меня доченька должна сказать, не, не, нет. Ничего, мы все жизненные сложности переживем, стерпится, слюбится, с Божьей помощью, с молитвой, с советами духовника мы там этот кризис преодолеем. Иначе всю жизнь будешь искать нового мужа, идеального и благородного. Так что не всякий совет родителей стоит слушать, не всякое послушание следует оказывать. Например, если тебе мать говорит, так, делай аборт, тебе еще надо институт окончить, тебе надо еще на работу поступить хорошую, тебе надо закрепиться на этой работе, в конце концов, да, и муж твой какой-то слабохарактерный, неправильный, другого найдешь, давай, давай, от другого родишь. Здесь надо проявить стойкость, твердость и нелицеприятие. Так, нет, это послушание бесовское. Здесь тебя слушаться не буду. Поэтому, друзья мои, в монастыре послушание игумену — это основа основ. Ты отсекся своей волею, ты обет дал. Один из трех. Какие ты обеты дают монахи? Послушание, целомудрие и нестяжание. Ты всего себя отдал на служение Богу. Ты даже воле свою подчиняешь воле Бога через игумена. Здесь, да, актуально. А для нас с вами, друзья, не актуально совсем. Даже духовнику своему ты не всегда должен быть послушен, если он противоречит Писанию, если он порабощает твою волю. Мы знаем еще несколько очень грустных историй в этом и в прошлом году. Со священниками, которые заигрались в младостарчество. Да, они лишены сана. Но как много душ и жизней они загубили и переломали через колено. Говоря, вот ты должна... Обычно женщины падки на такое послушание. Меня слушаться, иначе все пойдет наперекосяк. Смертью умрешь, душа твоя погибнет навечно. И вот бедные там чадушки слушаются и жизни свою ломают. Без того, чтобы слушать Евангелие. Твой старец Евангелие, а не какой-нибудь благообразный седовласый дедушка. Но если он, конечно, сам руководствуется им, то слава тебе, Господи, что есть такие замечательные пастыри. Так что не важнее, друзья мои, послушание, паста и молитвы. Важно иметь мудрость и уметь отличать истинное послушание от ложного. И, как говорит апостол Лука в книге Деяний, должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Учите Писание, читайте, смахните пыль с него. Наконец-то раскройте для себя этот кладезь духовной мудрости. И еще пару слов скажу. Вы не поверите, но Священное Писание можно читать сидя. Да-да-да, не обязательно стоя. Можно слушать в автомобиле, в транспорте, через наушнички, через колоночки. Как угодно. Не обязательно читать его стоя. Я почему на этом ставлю акцент? Потому что когда-то, опять же, проводил опрос у себя на страничке, и оказывается, что сотни людей, сотни, не читают Писание только потому, что сложно стоять. А если читают, ну, чуть-чуть почитали и отложили на потом. В результате не знают его. Так что читайте сидя, друзья мои. Но читайте. Продолжение следует...